Технологии в помощь. В исторической части Цева появятся глухие стены и пружинищие полы. Хотели больше грязи, а мужских трофистов разочаровало прохождение трассы в сухую погоду. В эфире информационное агентство «Город» в студии Александр Воронин. Здравствуйте. Еще трое благовещенцев теперь обязаны жизнью матросам-спасателям. В эти выходные в Амуре едва не утонули подростки. Они купались вблизи спасательных вышек. Трагедию удалось предотвратить. Одного мальчика матросы вытащили из воды в районе переулка Уралова. Еще двоих ребят на Мухина один. Во всех случаях спасательные операции длились буквально секунды. Медицинская помощь никому из детей не понадобилась. Вчера был случай, дети без родителей, без присмотра, хотели переплыть на бетонные заграждения. Один переплыл, вроде умеют оба плавать, а второй, ну смотрим, течением начало сносить его и резко под волну его накрыло с головой, но пришлось сразу среагировать, нырнуть. Да и он бы сам не поднялся, потому что и мне пришлось тоже использовать напарника, чтобы выплыть оттуда. Из-за того, что реки поднимаются, Зе и Амур, течения становятся больше, из-за этого опаснее купаться. И просьба родителей огородить своих детей от купания в водоемах без их присмотра и в неустановленных для этого местах. В неустановленном месте отдыха в протоке возле Белогорья на выходных утонул пожилой мужчина. Он стал третьей с начала лета жертвой воды. Окунаться в нее, к слову, не рекомендуют и специалисты Роспотребнадзора. 28 июля они вновь провели пробы качества воды. В Первом Владимировском озере, на Чигилинском водохранилище и в ручье Буяновский в очередной раз нашли яйца гельминтов. И к другим темам. Все детские сады Благовещенска готовы к новому учебному году. Такое заключение дала специальная комиссия. Ее специалисты обошли 21 доу и сразу приступили к осмотру школ. Пятой по счету стала 13-я. В ней проверяющие побывали сегодня. А у вас назначен ответственный сотрудник по этому направлению. Он же является учителем, я так понимаю, ОБЖ. Доступность информации о правилах дорожного движения – важный критерий оценки школы. Дорога с оживленным движением есть рядом с любой из них. В 13-й о безопасности напоминает целый стенд. На нем и правила учли, и имена учеников, что их нарушили. Уголок по безопасности дорожного движения практически идеальный. Он, возможно, не яркий, не красочный, но вот именно информационная нагрузка у него идеальная. Здесь размещены у нас и план-схема безопасная дорога в школу, и приказ о закреплении ответственного сотрудника. Не менее ответственно пришлось подойти к организации уроков. В этом году школа примет сразу тысячу детей. В прошлом их было чуть больше 900. Педагоги решили – первоклашек немало. В большей части лучше учиться в первую смену. Мы в этом году переоборудовали три кабинета. То есть мы заменили учительскую. Она у нас теперь будет чуть меньше. У нас будет кабинет начальных классов. Мы переоборудовали тренажерный зал. Еще один кабинет освободили. Таким образом, вот у нас плюс три класса смогут учиться в первую смену. В комфортных условиях смогут учиться и ребята с ограничениями по здоровью. Их здесь 132. Многим нужны особые условия. Здесь оборудован, кроме того, что пандус, санитарные узлы, туалетные комнаты в соответствии для того, чтобы не только дети с нарушением зрения, слуха, но и также упорно-двигательного аппарата. То есть инвалиды-колясочники могли пользоваться также туалетными помещениями. И оборудованы учебные помещения. О столовых и говорить не приходится. Да и пожарная безопасность не подведет. 13-ю школу коллегиально признали готовой к приему учеников. До 12 августа специалисты посетят оставшиеся 16. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». В обновленном виде ребятню в сентябре приметы Центр эстетического воспитания. В его исторической части сейчас вовсю идет ремонт. Студия ансамбля «Ровесники», что не знала масштабной переделки со времен танцев самого Белоглазого, уже изменилась. Насколько оценила мэр областной столицы Валентина Калита. А перед этим в студии, что было закрыто почти 20 лет, установили вентиляцию и заменили ветхий гипсокартон на стенах. Последнее немаловажно для звукоизоляции. Новое покрытие изготовлено по специальной технологии – кнауфакустике. Имеет маленькие отверстия с одной стороны и мембранную ткань с другой. Такое не выпустит из помещения даже самую громкую музыку. И голос преподавателя она теперь не забьет. Еще одно удобство для танцоров – финский пол. Аналогов ему в приамурье нет. Самое главное в нем изюминка, я скажу так, это момент его амортизации. Он 70% амортизирует. Ну, соответственно, он снимает компрессионные какие-то моменты на ноги, на суставы детские, ну и так далее. Уникальный пол для ребятни обошелся городским властям в 1 миллион 350 тысяч рублей. Его сделали в Карелии. И вот-вот привезут в Благовещенск. Застелят все 280 квадратов студии. В раздевалках и душевых тоже ремонт. Там обшили стены и заменили проводку. Ходом работ Валентина Калита осталась довольна. Самое приятное то, что наконец-то это здание, десятилетиями, которое все-таки было незавершенное под реставрацию, оно, внутренние работы будут завершены полностью. И наши ребята к началу очередного учебного года получат помещения, в которых можно будет проводить репетиции, проводить мероприятия. К началу учебного года в помещениях наведут последний лоск. В общем, работа по восстановлению студии обойдется в 4 миллиона 790 тысяч рублей. Кристина Добровольская, Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». И к темам областные впрямую репрезентовали еще одну крытую ледовую арену. Ее торжественное открытие прошло в поселке Новобурейский. На нем красочно выступили фигуристы из Хабаровска и Свободного и съели 30-килограммовый торт в виде шайбы. А еще сыграли в хоккей. Сначала детские, а потом взрослые команды. Вышел на лет и губернатор при Амуре Александр Козлов. Впрочем, новый крытый каток станет тренировочной базой не только для хоккеистов, но и спортсменов других ледовых видов спорта. А еще примет тех, кто только учится стоять на коньках. Построенная при поддержке областных властей арена стала третьей, но не последней в области. В городе Райчихинске восстанавливаем крытую ледовую арену, провели ремонт. Сегодня уже привезли оборудование и идет полностью его шеф-монтаж. И строители мне сегодня обещают, что к дню шахтера мы обязательно отметим это мероприятие уже в городе Райчихинске. Седьмая российско-китайская ярмарка культуры и искусства обещает побить старые рекорды. Впервые за ее историю все четыре дня на площади имени Ленина будут проходить концерты. А второе очень красивое событие, чем будет принципиально отличаться ярмарка культуры и искусства, это большим количеством участников с Китайской Народной Республики. Настолько сейчас уже ярмарка завоевала своего зрителя и настолько завоевала свои позиции, что артисты из Поднебесной стараются любыми способами оказаться и приехать к нам, даже за свой счет. За счет организаторов из Пекина приедет Национальный театр оперы и балета. В программе коллектива танцевальные номера и отрывки из опер. Оценить китайский вокал можно будет 11 августа в 14 часов в Общественно-культурном центре, где театр оперы выступит вместе с Государственным театром танца «Казаки России». Он приедет из Липецка. Раздельные концерты коллектива дадут на площади Ленина. Китайский выступит 11 числа в 20 часов, российский 14 в 18. А завтра в Благовещенске состоится крестный ход. Верующие пройдут от Кафедрального собора до Триумфальной арки, где помолятся о здравии жителей областного центра. В этот день, 2 августа, празднуют явление Богородицы на Амуре в 1900 году. Традицию совершать крестный ход 2 августа в Благовещенске возродили год назад. Торжественное шествие начнется в 11 часов. В нем примут участие все священники епархии. Они специально приедут в областной центр со своими прихожанами. Пройти с молитвой по улицам города приглашают и всех желающих Благовещенцев. Также их ждут завтра на Божественной литургии. Она будет идти в Благовещенском храме с 8.30. Спартамэн, Семкомания, Синдерелла из 8 АГ. О фильмах с таким названием слышал далеко не каждый Благовещенец. Посмотреть их совершенно бесплатно теперь можно в сквере АОДНТ. Бесплатные кинопоказы проходят раз в месяц. Голливудских блокбастеров от них ждать не стоит. Зато можно посмотреть короткометражки амурских кинематографистов, участников фестиваля «Амурская осень». Мы показываем с разрешения президента киносоюза эти фильмы. А если организовать, то для этого действительно сложно, чтобы показывать фильмы просто вот так где-то в сквере. Это действительно очень сложно, потому что это нужно получить права на эти фильмы, договориться с Москвой, заплатить деньги. Деньги немалые. Следующий эксклюзивный показ состоится 12 августа. Завершит выпуск рубрика «Время спорта». В каких соревнованиях успели поучаствовать амурские атлеты на прошлой неделе, знает Юлия Мишурнова. У меня же на этом все. Напоминаю, читайте наши новости на сайте tvgoro.rf, звоните в редакцию по номеру 524202. И, конечно же, смотрите нас в эфире. Всего вам доброго и до встречи. Добрый вечер, в эфире «Время спорта». Жара помешала любителям грязи прочувствовать всю сложность трасс танкового полигона «Двоку». В отсутствии дождя они показались участникам трофи-чемпионата менее экстремальными, чем обычно. От поломок, впрочем, это не уберегло. Китайским трофистам, что впервые включились в заезды, пришлось съездить в город за запчастями. Не миновала эта участь и наших спортсменов. Вот куски вентилятора нашего. Сначала мы перевернулись, теперь мы поломали вентилятор, кипим, у нас поломалась лебедка. Ну, все прелести оффроуда. Сейчас соберемся с последних сил, отремонтируемся и дальше. Снимаю патрубок. Мы закипели. И лопнул патрубок. И лопнул резиновый патрубок. От чего это происходит? От того, что грязью забился радиатор, и произошел перегрев двигателя. Сучить лучше в Китае. Понимаешь, в Китае такая грязь, такая дорога нет. Мало, очень-очень мало. В Китае учаться такая нет. Не было, вообще не было. Основная задача здесь была создать условия для экипажа, приближенные к грязевым баннам. То есть, если у нас Белогорск был больше водянистый, то здесь больше грязи мы постарались найти. Но, как бы, погода нам слегка не подфартила. То есть, если бы сегодня было, или вчера, хотя бы был дождь, то трасса была бы гораздо зрелищнее. Настоящую масленицу устроили выходные дальневосточные силачи. Вот только блины они не ели, тягали. На Кубок Азии по пауэрлифтингу, сжиму лёжа и становой тяги съехались около 300 спортсменов. Не только из России, но и Китая. За соревнованиями сильнейших наблюдала наша съёмочная группа. Болельщики срывали голос, спортсмены жилы. Вес на штанге был в два, а то и три раза выше собственного. Перед турниром строгий допинг-контроль. Положительная проба – билет в неспортивную жизнь. Пауэрлифтеру Павлу 41. Но год от года вес на штанге только прибавляется. Сейчас на грифе 210 кило. Запрещённой химии при этом в рационе никогда не было. На Дальнем Востоке у нас лучше нашу травушку-муравушку побольше поесть, пока есть возможность. А зимой уже витамины, конечно, тут никуда не денешься. На Дальнем Востоке одни нужны витамины, в Москве другие нужны витамины. Нужно смотреть, как дым, вода, жарко, холодно. Тут от этих условий всё смотришь. Где-то нужно и жиров поесть побольше, а где-то, наоборот, их нужно поесть поменьше. Кое-кто решил едой не обойтись. Рамик Нуруев, действующий рекордсмен Европы, в сумме трёх дисциплин тянет почти тонну. Всё потому, что мышцы держит в узде, точнее, в экипировке. У меня без экипировки рекорд 235 килограмм, а в экипировке 310. Так что разницы достаточно. Есть люди, им вообще стреляют экипировкой 150 больше. Сейчас даже скажу, что экипировки, вот в данный момент мы одеваем, они даже очень мягкие. То есть раньше были экипировки, их одели, а потом снимали прям порезы и так далее. Не подвела экипировка и в этот раз. В ней Рамик стал абсолютным чемпионом среди мужчин по жиму лёжа. А вот автором сразу шести мировых рекордов стал Костас Телидис. Он лучший в жиме и приседе, в экипировке и без, а также становой тяги. И на этом наш выпуск подошёл к концу. В студии была Юлия Мишурнова. Увидимся через неделю во время спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова